Ребят, всем привет! Вы на моём YouTube-канале. Что-то я не причёсанная. И, как всегда, у меня мукбанг. Сегодня буду есть я запечённые мидии в створках, значит, под сливочным... Сливочно-сырный соус. А также буду есть кольца кальмара. И говорить мы будем сегодня, как всегда, о 18+. Чуть подниму. Вот так, чтобы было меня видно. Вытащился кальмар. Хочу... Открыть пиво. Ой, прям в глаз. Налить. Для начала выпить. Горло просохло. Мне так нравится это пиво, что оно вот так вот, круговоротами как-то у него поднимается пена. Ой, благодать. Тема 18+. Вкусно, но что-то недосолёное. Вроде соус я солила, перчила. М-м-м-м, вкусно. Короче, кто смотрел моё предыдущее видео, я там и разговаривала. Говорила про мачо в постели. Это, напомню, это тот мужчина, который обещает много чего. А на деле, ну, в плане, да, секса, то есть вот вы уже перешли грань встречаний и всего остального, и этот мужчина говорит, что он в постели супергерой, а на деле, то есть там двухминутный секс, без поцелуев, без ласк, в миссионерской позе, под одеялом. Так, сегодня продолжение истории только про другой уже типаж мужчины. Про другой... Как же его назвать-то? Ну, вообще, в жизни я называю такой типаж людей тихушники. Тихушники, да. И, кстати, ребят, давайте без обид. Это сугубо моё личное мнение, которое здесь я рассказываю на своём канале. Поэтому у вас могут быть другое мнение про это, вы можете согласиться, не согласиться, но обидеть я никого не хочу. Итак, тихушники. Это мужчина, который будет невзрачный. Вы даже сперва на этого мужчину не обратите внимания никогда. Он будет простенько одет. Ну, как простенько. Возможно, у него будут дорогие вещи, но они будут не кричащие. То есть вы даже не запомните, в чём этот человек, по сути, одет. Он не многословен. Он не будет выделяться из толпы. По изнакомству вы даже можете подумать, что это какой-то тюфяк. Тюфяк, который ничего не может. Вот он что-то, типа, мямля какая-то. Не, ну, мямля это отдельный. Такой вид мужчины тут не мямлял. А просто он спокойный, не многословный. Не будет тебе кричать, как он тебя хочет во все там дыры и всё остальное. Но, но, ну, так вот. И я ещё раз повторю, что этот мужчина никогда не будет расписывать, какой он классный в постели и как бы в какой позе он бы вас там не отымел, не любил. И когда с этим мужчиной начинается близость, вы просто охереваете. Охереваете от того, что чем меньше, блядь, мужик пиздит, тем больше он делает в постели, удовлетворяет свою девушку. Не важно, каким способом это. Ну, вернее, мне кажется, нет. Сказала, не важно, каким способом. Конечно, важно, каким способом. Но я имею в виду, что вам лично там нравится. Это ласки оральные. Либо это просто проникновение, либо это просто проникновение, стимуляция точки G, клиторальная. Ну, то есть там, что, что нравится. И тут вы охереваете от его умелости, как он умеет, как он умеет удовлетворить девушку и себя, естественно. Вот. Эти мужчина, он может быть чуть лысоват, чуть полноват. Я говорю, вы внешне даже его можете и не заметить, и не сразу заметить. Но, блядь, он будет в сексе просто, юб твою мать, как говорится. Он сделает всё. Для девушки и будет продолжать, потому что это такой типаж. То есть ему очень важно, да. Он не кричит на каждом углу, как он, блядь, будет вас во все щели, да, там, ну, как говорится, во все щели иметь. Вот. Мне, кстати, этот тип мужчины намного больше, конечно, нравится. Не люблю пафосных. Не люблю, когда мужик орёт на каждом шаге, какой он классный, как он там, девушки от него пищат из-за того, что у него там размер 20 сантиметров. И что вот только он засовывает там. И всё, блядь. В оргазмах девушка, да, бьётся. Но мы же девушки тоже хитрые. Мы притворяемся. Притворяемся, потому что стесняемся сказать правду, что нам классно, потому что, может быть, даже быстрее нам неприятно, быстрее, чтобы отъебался уже всё, уже всё, уже ничего не хочешь, уже, уже там на сухую всё. Но с таким мужчиной вот грех что-то не сказать. Блядь, я как снимаю мукбанг, у меня кошка начинает, блядь, срать в туалете и закапывать на всю квартиру. Вот уже второй мукбанг, вот слышите, шкребёт вот это вот на всю квартиру. Вот. Волнующие темы, видимо, мы с вами обсуждаем. Вот. И мне всегда такие мужчины нравились. Ну, хотя, по когда-то юношеству, мне совсем другие мужчины нравились. Мне наоборот, что вот такой вот весь крутой, блядь, был. Ну, такие крутыши, они, знаете, не крутыши вообще. С них это как с гуся вода. Выпил с вами пивасико. Вот. Поэтому, девочки, даже если ваш мужчина очень скромный, вернее, ещё не ваш мужчина, а вы только познакомились, вот вспомните потом меня. Он как достанет свою балду, да? Как покажет, как вам классно это всё умеет делать, что вы охереете потом. Вы же вот этих вот пиздунов не будете воспринимать. Вот. Ну, вот. Такая тема. Небольшая про таких мужчин. И... Ну, у них энергетика, блядь, совсем другая. У них энергетика, вот ты чувствуешь. Всё равно, вот что. И вот за этой спокойностью проявляется очень такая энергия, энергетика. Ну, опять же, не у всех. Знаете, тут 50 на 50, вот, возможно. Нет, ну, наверное, есть какой-то там процент из 100, что я говорю. Есть и тихушник и в жизни, и тихушник и в постели, и ничего он не может, и ничего он не хочет. И всем он брезгает. Только вот за грудь он тебя схватит. А вот туда вот в трусы он побрезгает к тебе лезть, потому что вот брезгает и всё. Значит, рукой он побрезгает туда лезть, да? А своим членом он не брезгает туда лезть. Вот это меня вот тоже удивляет. Ну, это, кстати, другая тема. Для видео. Вот, девочки, можете оставлять ваши комментарии, согласны вы или нет, делиться своим мнением. Вы можете мне написать, чтобы я рассказала какую-то интересную историю, допустим, с чем вы сталкивались. То есть, вашу историю там ещё рассказала плюс свою, если я тоже с этим, с какими-то моментами 18 плюс в постели, да, сталкивалась. Вот. Поэтому давайте выпьем за хороший секс. Хороший секс никому не помешает. Никому. Кстати, хотела напомнить, что под каждым моим видео есть ссылка на донаты, карта моя Сбера. Также вы можете перечислять на развитие канала. Я буду очень благодарна даже копеечке. Это по желанию, просто я не попрошайничаю абсолютно, не требую ничего. Просто по желанию напоминаю, кто, может быть, кто-то не видел. Что, есть реквизиты? Вот. Ну, что ещё про таких мужчин можно рассказать? Ну, в такого мужчину ты влюбляешься без остатка. Немаловажно играет, как ведёт он себя в постели. Но в постели он будет безупречен. Он, знаете, он такое ощущение, как будто у него был огромный-огромный опыт. И тут вот он всех, на всех потренировался, а на тебе вот играет самую главную роль, что знает все-все твои конечности. Знает все конечности. Господи, что я несу? Он чувствует, вернее, все твои конечности. Он знает все-все точки женщины. Причём-то женщины тоже разные, вот. И оргазма получает тоже по-разному. Но если брать за основу, вот сколько я общалась со своими подружками, знакомыми, там знакомых знакомых, у нас, в принципе, одинаковая, да, там основа, что нам нравится. Такое ощущение, что этот мужчина пришёл, спустился с небес и знает все-все твои точки. Вот такая вот тема интересная. Но я думаю, вам понравилась эта тема. И, кстати, он не будет не стесняться, и это всё будет происходить на трезвую. Этот мужчина. Они такой типаж, они пьют, но крайне редко. И если пьют, они не напиваются, просто вот там бокал вина выпить или стакан виски. Вот. Так что, девочки, всем желаю найти своих принцев, кто одинок. Вот. А мы с вами будем и дальше обсуждать на моих мукбанках такие темы. Всё. Пьём. Всех целую. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!